Приветствуюсь, мои родные любимые христолюбчики, братцы, сёстры, во Христе и все люди на земле. Мы с вами сегодня сделаем такой ролик, посмотрим, выложу я его на проповеди. Соберем в совокупности, я несколько раз уже обращался к этому месту Писания, где ученики спрашивают Иисуса о том, что Ильи надлежит прийти прежде. Иисус, он сказал, что Ильи приходил и не узнали его. Братец Саша мне задал вопрос, вы уже видели этот ролик на тему, что значит воскреснуть из мертвых, как это будет. И как раз все эти места мы сегодня, ну так скажем, все эти мысли подытожим. Я, конечно, призывал, я до сих пор не получил ответа на свой вопрос, кстати скажу, да, может быть после этого ролика получу, может и нет. Я считаю, место очень важное, мы должны его разобрать и посмотреть. Вы знаете, мы действительно мыслим через призму каких-то заквасок. И сами признайтесь себе, вот нам что-то в голове у нас сидит, неважно откуда к нам это в голову попало и засело. И мы порой читаем очевидные вещи, а из-за заквасок у нас как будто глаза закрыты, а потом бац, как Моисеева покрывала, или вот пелена сходит с глаз, и мы видим. Давайте почитаем, почитаем действительно в контексте все, как всегда я люблю, да. Этот момент очень важно рассмотреть, откуда он начинается. Это преображение, мы все знаем с вами, преображение Господне, да. С чего оно начинается, я тоже всегда, даже когда я кусками читаю преображение, надо всегда понимать контекст, да. Давайте прям все целиком даже мне хочется прочитать, да. Придя же из страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? За сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Заметьте, откуда мы начали? Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди? Вы знаете, я раньше сам не обращал на это внимания. Вы понимаете, что в мировоззрении еврейского народа ожидание Мышаха, такое ощущение, что у них и было ожидание, что это перевоплощение какого-то человека. Заметьте, что отвечают ученики. Я обращаю на это внимание. Одни за Иоанна Крестителя, не за духа Иоанна Крестителя. Хотя дух Иоанна Крестителя это и есть Иоанн Креститель, даже не так сказано. Не за человека, пришедшего в дух Иоанна Крестителя. Ну, хорошо, вы мне скажете, что Иоанн Креститель, ведь фарисеи и саддуки, помните, приходили к Иоанну, посылали. Сами они не шли, первосвященники. Они посылали Иоанна Крестителя и спрашивали, кто ты? Это мы сейчас с вами и верующие христиане, верующие Иисусу, Его Слову, Евангелию и живущие по Нем. Да, мы исповедуем, что Иоанн Предтеча, Иоанн, сын Захарии, первосвященника, это Иоанн Креститель. Иоанн Предтеча Господень и Креститель его, да? И он его крестил, мы помним, в реке Ордан. Но они-то не признавали. Вы хорошо, вы скажете, что просто Иисуса почитали за Иоанна, за Крестителя, да? Того, кто будет Предтеча, но он еще не Мессия. Кто-то так о нем думает, да. Хорошо, скажете, ведь это просто придет Креститель. Конечно, пророчества были, что будет Предтеча, будет Креститель, да? Но, а как же другие его почитают за Илию? Ну, хорошо, Иоанн Креститель как бы еще не существовал. Можно было предположить, что люди думают об Иисусе, что он Предтеча Мессии. Он, Креститель Мессии, не признавая Иоанна Предтеча, сына Захарии, первосвященника. Но нет. Ученики говорят, что другие его почитают за Илию. А это всем известный пророк древности. Личность, существующая, историческая, человек, я, ну, он, да, от своего имени я, иные за Иеремию. Вот мы никогда, я вот никогда, когда игру, эту тему не трогал до определенного момента в своей жизни. Хотя никогда ее не отвергал, потому что исповедую всеобщее покаяние, бессмертие Бога и человеческой души, что в аду жить невозможно вечно, и все придут к Богу оттуда, откуда они взяты, да? Все от него и к нему возвратиться. Но заметьте, что говорят ученики. А иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Вы знаете, я раньше, я говорю, не читал через эту призму. Что им отвечает Иисус? Вы что, бесноватые, как мне тычут? Ты что, соблазняешь большинство, чего мне только не писали? Как может прийти? Ну, ладно, я анкреститель, ладно, кто-то меня за анкрестительность почитает. Как можно думать, что я Илья? Илья это Илья, а я Иисус. Я что, отдельный человек. Бог явишься в аплодиси. Ну, хорошо, я говорю, человек. Кого-то не устраивает. Сын Божий. Но это, как вы можете думать, что может прийти Илья? Не вы, и хорошо. Народ этот бесноватый израильский. Все еретики. Кто так думает, что это Илья, что я Илья? Как может Илья? Это один человек, как он может второй раз родиться, что ли? А как Еремия? Вы когда-нибудь обращали на эти стихи внимание? Мы все сегодня с вами. Мы после этого, как я, я не зря отсюда начал. Потому что заметьте, откуда тянется это. Я уже просто прямые тексты вспоминал. Слова Иисуса и учеников, до которых мы сейчас дойдем. Но заметьте, откуда это тянется. Весь контекст я не зря взял, чтобы вообще просто мысли. Где Господь, по сути, просто по Евангелии, Он им первый раз говорит о своих страданиях, воскресениях. Кто знает этот момент? Это 16-17 глава. Что по Матфею, по Луке, по Марку 8. Это все переломные моменты Евангелия, где мы как бы видим, Иисус начинает, уже не один год проповедуя с учениками о любви, о Царстве Божьем, начинает говорить о своих страданиях и воскресении. И вознесении на небеса. Мы как бы впервые это встречаем. То есть, заметьте, все идет туда, о смерти, о воскресении. Мы же сейчас дойдем до этого. Но я специально торможусь на этих стихах. Кто-нибудь задумывался, почему в умах людей было, что он Илия? Зачем вообще думать, что он Илия? Ну, человек, ну, не было никогда такого. Ну, новый пророк. Почему они думали, что это Илия? Хорошо, дух Илия, то есть Илия. Дух Иеремии. Не в силе духа, как православные толкователи. Здесь нигде никогда не написано ни в какой силе. Это толкование ваше. Да, оставьте их себе. У меня есть Евангелие. На человеческом нормальном языке написано. Да, с искажением. Да, с ошибками. Но мы сейчас прочитаем множество переводов, чтобы не все это место, конечно, читать. Я вас просто заранее уверяю, что можете сами перепроверить. И здесь все места одинаковые переведены. Мы просто дойдем до концентрата, где действительно уже об Илии будет сказано, что он пришел. Если Иисус, это действительно не Илия, как я всем и говорю, это действительно не Илья. Бог не один раз приходил на землю и придет второй раз. Но мы с вами, сколько живем раз на этой земле, никому неизвестно. Но Иисус, это Бог, явившийся во плоти. Ему надо было прийти первое, чтобы дать нам пример. Второй раз, чтобы спросить. Да и дать отчет, как мы, по его примеру, жили. После жизни и в свободе, во грехах, и по закону языческому или Моисееву, а может и по теме, и по теме успев пожить, и по заповедям его, когда он являлся во плоти. Обратите внимание на это. Иисус не осуждает, не развенчивает эти их не фразы. Я сам в шоке. Я с вами делюсь наготой сердца. Я сам в шоке. Ну, как в шоке? Я говорю, я этого никогда просто не отрицал. Если бы я этого отрицал где-то в сердце. Я очень уважительно, действительно, уж из всех религий отношусь тоже к буддизму. Там нет высоты любви к врагам. Я всегда это говорил. Это главное отличие буддизма для меня от христианства. Именно поэтому кто-то думает, меня там тоже как-то на восток потянет. Нет. Такой любви, как в Иисусе, я не видел никогда. А я изучал буддизм. Что я там найду? Опять нирвану? Да, там есть мир со всеми. Вот именно. Там пацифизм. Там все много хорошего. Да, не причинять страданий. Но любви к врагам как таковой там нету. Ты можешь сидеть молча, как камень, не отвечать. Да, убийца ты не убиваешь. Ты свою душу отдаешь. Но там нигде не сказ... Ну, есть, и то даже там, да, я согласен, я буддизм немножко принижаю. Есть, потому что буддизм буддизму рознь. Там разные есть учителя. Многие доходили. И благо, кстати, в буддизме, в отличие... Вот, знаете, в этом плане буддизм, наверное, даже лучше христианства. Там нет такого тыканья друг к другу. Нет. Там действительно говорят, что истина в каждом человеке, она развивается. И возьми лучшее от каждого учителя, если ты понимаешь, что это истина. И там действительно, конечно, были, что ты не просто сидишь молча и внутри проклинаешь этого врага, но не мстишь ему, не убиваешь его. А есть, где говорят, да, желай ему добра. Сиди и желай ему добра. Или там, страдай, умирай и не проклини его. Есть и такие. Там тоже разные люди. И в отличие от христианства, от нас, скажу, у них в этом плане посвободнее. И вижу здесь Божий промысел, Божью руку, да. Но это именно потому, что на сердцах это лежит. Но у нас есть еще и откровение у христиан, что мы так обязаны делать. Ибо Бог действительно явился и утвердил нас в этом, что Он – любовь ко всем, и к праведным, и неправедным, и добрым, и злым. Читаем дальше. Он говорит им. Он не спорит с ними. Он не говорит, что вы несете ересь. Что эти еретики так думают. Что так думать нельзя. Как это может Илья вообще второй раз на землю прийти? Как Еремия может второй раз прийти на землю? Нет. Он все. Они так думают. А вы из-за кого меня почитаете? Петр говорит ему. Ты Христос. Ты помазанник. Сын Бога Живого. Ты отдельная личность. Ты помазанник. Ты, казалось бы, не Он. Они о Нем просто так не думают. Тогда Иисус сказал ему. Блажен ты, Симон, сын Иония, потому что не плоти и кровь открыли тебе это. Но Отец мой сущный в небесах. Я говорю тебе. Ты, Петр, на этом камне. Я создам церковь мою. И в ада не одолеет ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Помазанный. И что? С того времени Иисус начал открывать, почему я говорю, это переломный момент Евангелия. Впервые Иисус им открывается, когда они наконец-то видят в Нем иудейского, израильского царя, долгожданного Мессию, помазанного царя над народом. Он им открывает, что это царство мое не во славе здесь, а в страданиях. Я не зря об этом вперед сказал, зная просто истину и Евангелие. Начал открывать им, что Ему должно не праздновать, не сидеть здесь во славе. Что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и быть убитому и в третий день воскреснуть. Иисус впервые открывается ученикам о своих страданиях, смерти и воскресении. И отозвав его, почему я и взял, вы заметите, мы не вырываем из контекста те слова. Эти слова, которые я вспоминаю, это вот, вот, сейчас мы прям все по ступенечкам читаем. Ни разу еще Иисус им не говорил. Мы видим, с того, с этого времени, ну, с того, с этого, это как уж переводчики переводят, с этого времени Иисус, мы сейчас разные, но, вероятно, места мы не будем уж все, слишком долго займется, мы каждый перевод будем, вот это весь, я много, видите, я взял с самого начала, где впервые Иисус открывается о смерти своей. И сегодня нас интересует не смерть Его, не любовь Его, явленная людям, а воскресение. Но я взял сначала, чтобы мы ничего не потеряли. И какие удивительные слова мы вначале встречаем, да, когда вот не вырвали. И сейчас мы все понимаем, Иисус впервые говорит им о воскресении из мертвых. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив с Тебе, Господи, да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвернись с Тебя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, ну, в Марке там добавлено, я сейчас читаю по Матфею, в разных чуть-чуть разницы, но смысл один тот же. И у нас сегодня не эта тема, не тема любви, так скажем. Тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ну, в Марке еще есть. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде этом прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому, не поверя, по делам его. Истинно говорю вам, если есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, ну или по Марку, Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот Иисус им первый уже открывает, он словами сказал, да, и мы видим, ну, автор нам донес, и потом идут прямые речи Иисуса. Читаем дальше. Все, мы с вами дошли. Это же все отсюда я, это же, ну, я вырывал вам, как бы, чтобы дать самим отсылку, о чем подумать, ну, решил ролик записать, да. По происшествии дней шести взял Иисус Петра и Акова, и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, делаем здесь три палатки, тебе одну, и Моисея одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, он есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте. Сейчас мы послушаем внимательно, что нам будет говорить наш Господь и Бог наш, явившийся во плоти. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте об этом видении, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. И вот Саша, братец мой, Ткачев, который мне написал в личке вопрос, приземленный, он думает, вы знаете, этот вопрос нормальный. О том, что как будет воскресенье из мертвых, мы сейчас прочитаем, что сами ученики будут задаваться этим вопросом. Что значит воскреснуть из мертвых? И спросили ученики, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илье должен прийти прежде. Так, сейчас, уна, моменто, так, у нас это восьмой, сейчас, 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 секундочку, 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 потому что да, я все-таки зря Матфей, но я, я когда-нибудь это и доделаю, я вот люблю совмещать эти тексты, чтобы не терять этих мыслей. В Марка есть, да, прибавка, я вам специально открыл, не поленился быстренько, это восьмая глава, то же самое, говорю, все это параллельные места в синаптических Евангелиях. Доколе сын человек невоскресный из мертвых? И тут есть дополнение у Марка. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? Почему я, когда мне Саша написал, я так и ролик назвал, что, что значит воскреснуть? Ну, я, я в том ролике просто хотел, как эпиграф, взять эти слова, Сашин вопрос, как эпиграф, вот это, ну, это даже, ну, в принципе, это прямая речь учеников, ну, автором переданная от третьего лица. И они удержали это слово, как им Иисус и заповедал, сказал, пока, я, никому не говорите, но спрашивали друг друга. Иисус сказал, мы помним, что они боялись, конечно, тоже его, вот почему нельзя бояться ничего спрашивать, друг у друга, себе задавать, у Бога вопросы. Что значит воскреснуть из мертвых? Сейчас мы узнаем. И уже опять возвращаемся к Матфею, потому что там есть тоже добавочка в конце очень важная. Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прежде? Ну, и в Марке то же самое, я вот перещелкиваю, вы видите, да, одинаково вопрос звучит, и я вот обращаю внимание, вот мы добрались до того места, которое я всем привожу. И уже, получается, уж недельки две, наверное, я жду, мне ни один человек за это время я свидетельствую, никакую теорию, никакую ссылку ни на что не дал. Я говорю, не давайте мне ссылки на православное толкование. В духе там Ильи, не в духе. Читаем теперь внимательно. Мы с вами ни граммы не вырвали из контекста. Взяли от первого стиха, причем не просто от стиха, где там, что с вами прочитали, что с этих пор, с каких пор-то мы прочитали, с каких пор мы прочитали, что за события предшествовали тому, или и в том момент в настоящем был, с чего началось, что Иисус им впервые открывается о своих страданиях, смерти и воскресенье. Он спрашивал учеников, за кого меня почитают. Мы все с вами почитали о церкви, где Петр будет, на нем камни, как на проповеднике будет, о том, что все, кто хотят этим путем идти, должны отвернуться, то есть пойти этим же путем страдания. Там, конечно, о любви. Мы сегодня эту тему немножечко упускаем, хотя специально все прочитал, лишний раз поназидались, мы всегда помним, что мы заключили одну заповедь. Один зовет с Иисусом – любить всех людей на земле. Всех, ибо все они по плоти, на самом деле, братья и сестры. По духу, конечно, сердечной любовью пока мы их любить не можем. Но когда они покаются, у нас ко всем проснется сама возгорится и сердечная любовь. Но пока мы их должны любить умом, благословить, благотворить и желать всякого добра, то есть молиться. Иисус им отвечает, и я обращаю внимание, я уже много раз говорил, а то я сейчас, может, так легко пропущу, а то я сто раз говорил, кто-то, может, впервые этот ролик попадет. Как же книжники говорят, заметьте, народ, мы с вами встретили, что народ считал, что Иисус – это Илья, что Иисус – это Иеремия, или один из пророков. Не в духе этих пророков пришел Ешуа. Что тогда за вопрос, за кого почитают меня люди? Не зря Иисус задал так вопрос, за кого-то они его как бы почитают? За кого? Ну, за пророка. Ну, за крестителя. Люди говорят, что это Илья пришел, это Еремия, они его за этого человека почитают, вернувшегося на землю. Обращаем внимание на слова учеников. Не написано даже одного – учеников. Оказывается, почему у народа такие мысли? Так учили книжники. Книжники – это люди, те, кто и вот учат. Книжники, учителя. Говорят, что Ильи не в духе, не духу Ильи, хотя дух Ильи тогда – это одно и то же. То действительно надо говорить, вот как есть там толкование, что в силе духа Ильи. Нет. Потому что даже если мы скажем дух Ильи, то это значит дух. Мы все души. Мы духи, души, дыхание Божье, но при этом личностное, осознающее свое бытие. Индивидуальность. Хотя мы в Боге и Бог в нас. Как же говорят книжники, что Ильи надлежит прийти прежде. Илья. А Илья – это древний пророк, который был, жил в плоти и крови, из костей и мяса, как хотите, из сосудов. И живьем был взят на небо. Он должен прийти прежде. Илья. Иисус их, как я, я уже много раз говорил, ну раз уж ролик этому посвящу, уж потерпите, я еще раз это тысячу раз скажу. Не поправляет их Иисус. Иисус не говорит, что книжники в этот раз заблуждаются и ведут в гиенну огненную слепые вожди слепых. Не говорит так Иисус. У нас есть Евангелие. Это же беседы живых людей, учеников, учителя, Бога, явившегося во плоти. Чего нам тут толковать? Вопрос-ответ, вопрос-ответ, ситуация, обстоятельства. Мы все видим. Чего мы все время усложняем и умудряемся? Прямые вопросы. Ученики спрашивают, как книжники говорят, что Илья должен прийти прежде? А вопрос-то вдумайтесь в чем? У них не сомнение, что это Илья или не Илья. Может Илья прийти или нет. Они вопрос акцентируют не что. Мы до этого уже читали, что может даже ты Илья. Ну хорошо, ты Мессия. Мы же видим, что Петр признал его Мессии. У них вопрос, что если ты Мессия, то где Илья? Он же должен прийти. У них нет сомнений, что придет именно Илья. У них лишь сомнение, что если они сами хотя исповедуют его вроде бы Мессии. Петр вроде бы сказал один за всех. Но он говорит, если действительно так, то утверди нас. Мы вот книжники говорят, что Илья должен прийти перед помазанным царем Израиля. От колена Иудина. Где Илья-то? У них нет сомнений, как у нас сейчас, в чем мы с вами пытаемся в вопросе разобраться. Может ли Илья прийти один и тот же человек два раза на землю или многократно? У них вопрос в другом. Просто надо понять. Иисус не говорит им, что вы еретики, что вы говорите такой, как Илья может второй раз прийти на землю. Иисус сказал им в ответ, правда, правда, истина, истина, Илья должен прийти прежде и устроить все. То есть они правильно толкуют книжники, они правильно говорят, истина это так. Илья должен быть, вернее я даже не так. Ну, креститель, предтечий, креститель, это же, вы понимаете, это как бы прозвище или, как я всегда говорил, это миссия же, да, тоже, миссия, миссия. Миссия была, и он крестителю, указать. Приготовить путь, вы помните, о нем все пророчества. Но это лишь, это мы его так называем, сейчас уже имя креститель, предтечий стало как бы его собственным именем. А ведь это прозвище, и зовут-то его Иоанн. Иисус не говорит, что правда, должен прийти Иоанн. Он говорит, правда, Илья должен прийти. Они все правильно говорят. Илья должен прийти прежде и устроить все. Он не говорит креститель, он не говорит предтеча, как дали прозвище Иоанну. Перед, пред, течет, предтеча, течет перед. И он говорит, тот, кто после меня, станет предо мной, он предтеча, он течет перед ним, готовит ему путь, как каток разглаживает, как красную дорожку царю раскатывает. Он идет ее, катает, а царь просто, не царь же себе дорожку раскатывает, слуги. Он предтеча, он течет перед ним, да. Но это прозвище. Иисус говорит им именно об Илии, задумайтесь, небоаяния он ему говорит. Он говорит, да, это правда, Илья должен прийти. То есть, они так учат, что он говорит, правда учит, Илья должен прийти и устроить все. Ну, говорю вам, они только учат, что он должен. А Иисус говорит, это все истина. И что он должен? Истина. И истина, истина, говорю вам, он всегда произносил эту фразу, здесь может упустили, неважно, но говорю вам истину, мне нравится, как в новом русском переводе. Здесь перевели, как правда, истина, одно и то же слово, кто понимает, что Илья, Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них. Ну, тут он уже опять что-то как бы сбывается, все, тут общая мысль, мы с вами не зря сначала потерялись, чтобы вы не мне верили. Иисус им о страданиях, конечно, здесь тема, просто нас все интересует, конечно, воскресенье, самая главная тема, да, смерть, воскресенье, перерождение. И если в Марке на этом заканчивается, но говорю вам, Илья пришел, давайте как в Марке, да, то же самое, правда, Илья должен прийти прежде устроить все, и сыну человеческому, как написано, належит ногу пострадать и быть униженным. То есть, тут, конечно, у нас сам вначале мы видим, Иисус им же две вещи открыл с этого времени, страдания и, ну, смерть и воскресенье. Ну, страдания и смерть в одну объединяем и воскресенье. Поэтому здесь мы ответы всегда видим, Иисус их пытается в обоих вещах убедить, потому что мы знаем, что Петр противился ему. Не зря это все преображение было, явление там Моисея с Ильей, это отдельная тема, я уж отвечал на этот вопрос. Голос с небес, что его слушайте, то, что он вам все говорит, и мы должны сегодня послушать это, и желательно услышать. Но говорю вам, что и Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем, об Илье, не об Иоанне, об Илье. И в Матфее мы видим такие слова автора. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе, что Иоанн Креститель и Илье это одно лицо. Ну и для утверждения открываем с вами, уже мы не будем, конечно, от какой там получается 16 главы, 13 стих, я даже помню. С 16, 13 по 17, по 16, сколько, да что же я прокрутил, а, да, не докрутил. Мы не будем с 16, 13 по 17, 13 с вами читать, с 16, 13 по 17, 13. Мы с вами уже почитаем вот эти, мы не будем оттуда, где мы с вами начинали, отсюда почитаем хотя бы вот с 17, 9, 10, 11, 12, 13. Ну и даже 9 мы просто в одном переводе прочтем. И когда сходили они с горы, ну мы с вами уже все это читали, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Чайский не воскреснет из мертвых. Десятый стих. И спросили его ученики, как же книжники говорят, что Илье надлежит прежде. И читаем по порядку все переводы, я хочу, чтобы вы убедились, что это не синодальный, не еще все одинаково говорят. Церковно-славянский. И вопросиша его ученицы его глаголы, что оба книжницы глаголят, яка Илья подобает прийти прежде. Не духу Ильи. А веренцев. И спросили его ученики, а как же книжники говорят, что прежде должен прийти Илья. Кассиана Безобразовая. И спросили, все у вас на экране, чтобы вы никуда не лазили. И спросили его ученики, что же книжники говорят, что Ильи надлежит прежде. Новый русский перевод, библика. Ученики, с которым мы с вами сейчас параллельно читаем на канале Христолюб Библии. Ученики спросили, почему же учители законно говорят, что прежде должно прийти Илья. Винокурова, посрочный перевод с греческого. И спросили его ученики, говорящие, что книжники говорят, что Илью надлежит прийти сначала. Ну, украинский я не знаю, поэтому я не буду. Могу вам зачитать, кто заслышит. Я не знаю, смогу ли я прочитать правильно. И запитали йогу учни говорящие, что ци книжники кажуть ниби треба Ильи перш прийти. Ну, я так понимаю, тут тоже речь идет не о духе Ильи и не в силе духа, а об именно Ильи. Ну, слушайте, я вам не буду на белорусском читать. Это уж вы сами. Все, английское. Ну, иностранные мы не будем читать. Мы с вами все почитали, да? Одиннадцатый стих. Иисус сказал им в ответ, Илья должен прийти прежде и устроить все. Читаем перевод, важно, да? Иисус же говорит, так он ответил. Церковный перевод. Иисус же, отвечав рече им, Илья оба придет прежде и устроит вся. А веренцев. А он сказал им в ответ, да, Илья придет и восставит все. Кассиан безобразов. Он же ответил, Илья действительно придет и восстановит все. То есть, они правильно учат. Вот так это Илья должен прийти и все. Новый русский перевод. Иисус ответил, Илья действительно должен прийти и все приготовить. Они верно, книжники, вам говорят. Посрочный перевод Аверенцева. Он же, отвечавший, сказал, Илья то приходит и восстановит все. Ну, все, дальше я и украинские другие не буду читать. Так, тринадцатый стих. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали у поступительника. Ходили, что с ним пострадает от них. Читаем церковно-славянский. Глаголы же вам, якажи Илья уже прииде. Я даже дальше читать не буду, да, и не познаши. Нам первые главные вот эти вещи. А веренцев. Но говорю вам, что Илья уже приходил. Кассиана Безобразова. Но говорю вам, что Илья уже пришел. Новый русский перевод. Но говорю вам, Илья уже пришел. Подстрочный перевод с греческого Винокурова. Говорю вам, что Илья уже пришел. На этом у меня все. Понимайте, как хотите. Но, к сожалению, у меня такое ощущение, что мы порой видим. Имея глаза, не видим. Имея уши, не слышим. Я не знаю, что прибавить, что убавить. Прочитали от начала? Первый момент в Евангелии. Я всегда люблю эти контексты. Я хорошо знаю Евангелие. Откуда что началось? Откуда закончилось? Мы видим, как впервые Иисус, ну, прозревая сердца, зная уже, когда спросить, настало время. Все-таки ученики в нем видят Мессию, да. И начинается это. Ну, конечно же, они видят Мессию и думают, что он будет действительно царствовать здесь сейчас, да. Вот он им уже открывает тайну своих страданий, смерти и воскресенья. И впервые, когда об этом... Я раньше сам не обращал на это внимание. И впервые, когда, казалось бы, эта тема вообще поднимается, какие тайны мы видим, откровения, да. Ну, действительно, смотря на весь мир, посмотрите на... Вот именно, это не только, что там буддизм. Все думают, что там реинкарнат, Восток буддизм исповедует. Да это точно так же исповедует кучу языческих народов. Племена Африки древней, Индию, посмотрите. Америку, посмотрите эти... Майя, посмотрите этих краснокожих, индейцев, которые жили на территории Америки, пока они их там всех почти не повырезали. Латинская, ну, Южная Америка. Посмотрите наш север, Россия, эти чукчи там, кто там, вот эти всякие кочевые племена. Все верят в духа, в души, в перерождение, в воскресенье. Все там то же самое. Вы знаете, я, когда говорю, Господь пришло, видимо, в времени, я раньше не отрицал, ибо я верю в всеобщее покаяние. Я верю, что человек должен сам стать Богом, вырасти в святости, в совершенстве, в любви. Должен вкусить, вляпаться во все, что можно, на все грабли жизни наступить. Я поэтому, Бог мне когда стал, это как я думаю. Вы можете считать, что меня сатана открывает. Я верю, что мне Бог. Я искренне стремлюсь, алчу и жажду правды. А Иисус сказал, кто так будет делать, кто алчущий, жаждущий истины, правды, я его насытю. Он насытится, да? Я все это пытаюсь через призму любви, свободы и бессмертия просмотреть. Сходится, не сходится, подходит, не подходит, куда это убрать, как подвинуть, как применить в моей жизни бессмертие человеческой души, ее перерождение, не какой-то там сон почивальни. Умер в один год ребенком, младенцем, два раза молоко матери вкусив, а то и не год, я говорю, да, два раза молоко матери вкусив, два дня и все. И что? Это на этом вся жизнь? А потом спать? До воскресенья. Вот так вот. Я вообще не вижу в учении о перерождении ничего плохого. Только хорошее, наоборот, вас все больше и больше вам открывают свое сердце. Я вижу в этом очень много истины. Много, в смысле, вернее, чего мне это как на пользу, вернее, дает какую, да? Это утверждения, какие, как я вам уже ролик, вы видели. Я записал там о спирали Фибоначчи, какие спирали Бога, какие дырочки затыкает, неизвестные, какие пазлы докладывает, какие штрихи мироздания, миропонимания христианина дорисовывает. Вот так вот. Я опять призываю, пожалуйста, кто, какие мысли есть, объясните мне, что, что тут, почему Иисус прямо говорит. Мы с вами, смотрите, какой кусок от начала до конца, дальше уже, я всегда, никогда не стараюсь не урать без контекста. Если я вырываю, я знаю, что, откуда я рву. Ну, так, правда, многие, как все говорят, могут утверждать, но я потом это могу при желании всегда показать и доказать, если будем вступить в диалог, в диспут. Сегодня мы вот с вами, то, что я говорил на словах, я говорю, кто-то плохо читает Евангелие, мало его изучает, кто-то не видит этого, я вот это для вас делаю. Мы прочитали целый кусок, от начала до конца, дальше идет опять о чудесах, там, Господь творит очередное чудо, дело любви, как я в последнее время выражаюсь, чудным просто образом сотворенное, являя, кто он есть на самом деле, через такие, такой способ, да, дел любви, когда он не медицинскими там средствами исцеляет, а одним словом, да, духом, уз своих, так скажем. Вот. А так мы с вами целиком, от начала до конца посмотрели, как этот вопрос поднялся, и чем весь диалог ученика, учеников с Иисусом, с Богом, явившимся во плоти, закончился. Ну, и вот, пожалуйста, я никому не навязываю свои мысли, вот, но у меня они есть, кто-то мне может что-то другое сказать, пожалуйста, что, куча переписчиков, особенность, манускрипты старые, ложные, что, как, а так прямой текст, что туда вкладывать еще, дух какой-то там, в силе духа, речь идет о людях, мы видим, я так вижу. На этом все, в принципе, хоть мы там, так скажем, не акцентировали внимание в стихах на любви, но вы слышали, Господь призывал любить всех, даже во времена гонений, кто будет свою жизнь сберегать, там же именно об этом речь, что-то ее погубит, а кто действительно готов будет положить свою жизнь, да, благословлять своих врагов, даже во время гонений, тот, даже, возможно, не вкусив смерти, увидит Иисуса и Царствие Божие, пришедшее в силе, ну, или по воскресенье, неважно, кто верит в какое, в единожды, или после кучи перерождений, или после одной единственной смерти в этом плотском аватаре теле, на этой земле, я думаю, что не стоит нам об этом ломать копья, вот, надо в любви и истине стремиться к познанию совершенств, божественных тайн и истин, кого, какие мысли, я призываю, пишите, куда хотите, в личку, в комментариях, звоните, пишите, если эту тему, какие-то мысли хотите, вопросы, я буду читать с удовольствием ваши мысли, вопросы, тоже анализировать, назидаться, что там, если здравые мысли, я, конечно, всегда принимаю, кто меня знает, да, все, ролики нравятся, вы знаете, что делать, всех обнял, поцеловал, пока-пока, приветствую, с моими родными и любимыми христолюбчиками, это вторая часть, я уже, как вы просмотрели, первую часть ролика, она была почти 40 минут, я ролик назвал, видеозапись этого, Илья и Иоанн, один и тот же человек или нет, реинкарнация и перевоплощение, я уже загрузил его даже на YouTube, но, к предыдущим моим роликам, поступил комментарий, очень хороший, спасибо этому человеку, сейчас мы его прочитаем, я решил записать вторую часть, и смонтировать ее, и уже выложить заново, что вы сейчас и смотрите, я очень люблю, как вы сами знаете, проповедую, что надо не вырывать слова из контекста, что из писания, что у любого человека в мире, неважно, политик это, или кто там, писатель, и тоже мыслитель, философ, и то же самое, уж тем более, любого проповедника, я в частности, тоже свои мысли, пытаюсь все-таки, как-то донести, один раз, где-то понятно, понятно, что-то меняется, и в принципе, сейчас я покажу этот комментарий, так, секундочку, секундочку, вот этот комментарий, Василия Алибабаевича, я ему очень благодарен, за этот комментарий, это первый, кто отреагировал, на мои вопросы, вот к ролику, людям положено, однажды умереть, а потом суд, да, и, он ответил, на оба моих вопроса, которые я задаю, я ему очень за это благодарен, почему я и записываю, сейчас этот ролик, именно в отдельный, да, не по воскресенью, как я это делаю, а сейчас даже идет, как вторая часть, неразрывная, потому что, очень хорошая мысль, очень правильная, я хочу тоже, о ней поговорить, Василий, отвечаю на вопросы в ролике, поскольку Илья, в теле был взят на небо, не мог же он быть одновременно, в своем теле, и в теле Иоанна Крестителя, он же не вездесущий, сам Иоанн Креститель, сказал про себя, в Иоанне 1, в Евангелии от Иоанна 1, 21, что он не Илья, ни у кого из людей, нет, ну и на второй вопрос, про детей, я всегда спрашиваю тоже, давайте мы его тогда оставим, еще почитаем, ну или я просто озвучиваю, ни у кого из людей нет полномочий судить кого-то из малолетних детей, отправить в рай, а кого нет, вот, ну еще раз прочитаю первый ответ, он же не вездесущий, то есть мы знаем, что Илья был взят на небе, и кстати, я говорю, благодаря этому комментарию, я решил, у меня уже готовы тексты по Ветхому Завету, это как раз книги царств, которые я только что, вот буквально на днях закончил, поэтому мы все с вами посмотрим, немногие же знают про Илью, да, кто это, что за пророк, давайте мы все-таки сегодня посмотрим, ну как, совсем немного, нет, немного не получится, будет много, да, еще раз, хотя, вы знаете, может быть, действительно, я сделаю два ролика, назову часть первая, просто одинаковая, часть вторая, а может быть, смонтирую все-таки в один большой, у кого будет желание, тот посмотрит, сам Иоанн Креститель сказал про себя в Иоанн 1,21, что он не Ильи, мы с вами все почитаем сегодня, большими кусками, и про пророка, и про, и про все на свете, в общем, так, ну, первую часть я вам не буду, напоминать, я говорю, ролик, только что вы сидите, я надеюсь, или стоите, лежите, его смотрите, да, мы с вами посмотрели, где, без ворывания из контекста, где Иисус впервые открывается своим ученикам, рассказываем о своих страданиях, смерти и воскресенья, давайте почитаем, что же действительно, давайте прям просто, я говорю, заодно попроповедуем, да, конечно, давайте Евангелие, это Иоанна, прочитаем, это было сказано в первой главе, ну, стих 21, как мы видим, Василий нам указал, и указал правильно, но мы почитаем сначала, заодно вспомним Евангелие, вначале, и чтобы увидеть, что мы ничего не вырываем из контекста, тем более, раз это в первой главе все, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть, в нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, я не зря, начал с первой главы, чтобы мы действительно ничего не упустили, а вдруг что-то где-то еще есть, Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Ну, о миссии Иоанна я, конечно, говорил. Сегодня мы с вами не просто Евангелие читаем, поэтому не будем эту тему трогать. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, как славу единородного от отца. Иоанн свидетельствует в нем и восклицая, говорит. Он был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от благодати его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина, произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Сущий, в недре Отчим Он явил. Ну, прекрасные слова. Истина нам открытая, дарованная всем христианам, от которой счастье и радость в душе. Ну, сегодня не к нашему вопросу, да? Бог есть любовь, конечно же, это однозначно. И вот свидетельство Иоанна, не Ильи, Иоанна, да? Имя ему Иоанн. Был послан человек от Бога. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его. Опять обращаю внимание на то, кто его спрашивает. Там мы читали, что ученики говорят, как же книжники. Ну, или в разных переводах учителя закона. Да, мы с вами новый русский перевод тогда прочитали, тоже увидели, как... То есть, книжники учили. Здесь мы видим, что к Иоанну первосвященникам, понятно, сам-то он не пойдет, да? Прислали священников, иудеи. Ну, какие-то старейшины, может, мудрецы, да? Может, первосвященник, естественно, раз священников послал. Священников и левитов. Очень важно. Ну, кто знает, есть разница все-таки. Одни, кто там, там разделение было, да? Кто какими службами занимался при храме Соломона. Обращая внимание, то есть, это мысли священников, левитов, книжников, учителей закона. Они спрашивают Иоанна, кто ты? И он не отрекся и объявил, что я не Христос. Они шли с мыслью, конечно, что он помазанник. Это лишний раз, кстати, кто... Ну, я сейчас просто кратко скажу, кто со мной апокриф читал Якова. Ну, точнее, апокрифом, что-то мне никак это слово не отойдет. Это неправильно, неправильно применимо к протоевангелию Атеакова. О рождении Марии и Иисуса, да? И детстве Иисуса. В детстве. Лишний раз подтверждает, что все, начиная с Ира до Великого, думали, что именно предтеча, сын Иоанн, сын Захарий, Иоанн предтеча, сын первосвященника Захарий, и есть явившийся иудейский царь. Я вот лишний раз теперь в этом убеждаюсь. И спросили его, ну хорошо, ты не Христос, что ты, Илья? То есть мы видим в народе, причем это не народная поверь, вы знаете, как я называл, очень часто около церковной бабушкино богословие, сплетни, да, какие-нибудь там байки вот эти, где там Дева Мария ходит, где какая-нибудь святая там появилась на каком-нибудь доме, да, или еще что-то, или это скажи, то получится, такое около бабушкино, около церковной бабушкино богословие. Это не сплетни народа, это учение, мировоззрение, кого? Учителей народа, книжников, учителей закона, ну законников, как их так кратко называют, да, первосвященников и левитов. Это очень важно. Не спрашивают, что ты в духе Ильи, как это очень часто, или ты в силе, точнее, дух Ильи, Дух или Ильи, мы есть духи, мы тоже души, мы дух, дыхание жизни Бога, Бог есть дух, его дыхание тоже есть дух. Все эти слова, они лишь иногда ими манипулируют зачастую, но на самом деле они очень часто имеют, конечно же, синонимичный контекст, хотя, как Павел прекрасно говорил, что в мире много слов, и ни одного нет без собственного значения. И спросили, что же ты, Илья? Он сказал, нет. Вот то место, на которое я хочу, что Василий ссылается. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас? Вот, прямые вопросы, прямые ответы, действительно, казалось бы, что толковать? Что ты скажешь о себе самом? Вот, прекрасный вопрос. Он сказал, я голос вопиющего в пустыне, исправьте путь к Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, они спросили, что же ты крестишь, если ты не Христос? Ни Илья, ни пророк. Иоанн сказал им в ответ, я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Ордане, где крестил Иоанн. Вот, мы с вами все прочитали, не вырвали из контекста. А кто же такой Илья? Я хочу, чтобы мы все поняли, я для вас специально всегда эти сливки подаю, как вы видите, подаю не отдельными стишками. Мы с вами целиком прочитали тот момент, причем мы увидели с вами контекст. Это впервые Иисус открывается ученикам о своем страдании, смерти и воскресении, причем когда уже их сердца готовы признать его Мессией. Мы видим, что Иоанна Крестителя почитали за Мессию. Немногие, кстати, об этом думают. Почему у него были вот эти ученики, почему столько людей в пустыне у него там были, да? Думали, что это уже он восстает, царь. Мы с вами увидели, как Иисус, беседу Иисуса с учениками по этому поводу. Мы видим здесь в Ване, все с вами прочитали, от начала до конца, от первого стиха до 27-го. Дальше идет о крещении Агнца, о явлении Иисуса. Но я могу картинку показать, чтобы вас сразу не читать текст. Я не зря их добавляю. Сформировались мысли. Да, то есть мы видим, что это не вырвано, что все это идет смыслом. А кто же такой Илья? Вот многие ли знают, что мы с вами сейчас делаем? Мы с вами сейчас обязательно это читаем. Это книга царств. Это четвертая книга. Четвертая книга царств. Она четвертая. Третья книга царств посвящена целиком Илье. Ну, не целиком, в смысле, я сейчас не буду вас, Ветхий Завет, в курс водить. Кто со мной читает, тот знает. И скоро мы, к сожалению, еще не дошли до этого момента. На момент записанных этих роликов мы как раз только дошли до царств. Вы сейчас заканчиваете на день выхода этого ролика. Смотреть и слушать. Судей уже последней главы. У меня уже записана книга Руфь, но она одна маленькая из четырех глав. И мы переходим в Руфь. Как раз рассказывается о прабабушке Давида. Откуда как бы рот его, чтобы показать. И начинаются книги царств. Главными, конечно, героями. И они хоть так и названы. Они не названы ни пророки, ни по именам царей. Они просто названы царств первая, вторая, третья, четвертая книга. Они, конечно же, посвящены в первую очередь первые три книги. Это Саулу, первому царю Давиду и его сыну Соломону. И потом уже пошло дальше разделение Израиля на иудейское, израильское государство. И вся четвертая книга посвящена этому разделению и дальнейшим событиям. И уже малоизвестным именам царей и пророков. И очень часто у каждой книги, по сути, есть свой пророк. Если это Самуил, я могу открыть. У меня уже есть такая табличка. Давайте мы вот так прям сделаем. Ветхий Завет. То есть, это если первое царство и царь Саул. Там известный, так скажем, главный исторический тоже личность. Это параллельно с царем, это пророк Самуил. Который выбирает этого Саула, Давида, Мажа. Хотя Давид, конечно, пересекается и в первое царство. Второе царство, я так и называю их Давид и Нафан. Третье, это Соломон и Илья. То есть, все мы вот это вот видим. Илья, конечно, вся третья. Но в четвертой главе, конечно, уже пророк главный. Цари там уже имена их не суть известны. Хотя можно написать самого известного. Это все-таки Езекия. Хотя там уже много, так скажем, событий происходит. Но это пророк Елисей, преемник Ильи. Я говорю, многие ли об этом знают. Вот мы с вами переходим к книге царств. Ничего не вырая из контекста. Давайте прочтем тоже все. Первую главу мы пропускаем. Она продолжение, конечно же, третьей просто книги. Эти все три книги просто разделили тоже. По сути, их можно было в одну собрать. Они зря так называются. Это последовательно описываемые исторические события. Первую мы пропустим. Тут помирает один очередной царь. Там у них диалоги и монологи с Ильей. Потому что уже Илья, в принципе, не главный, так скажем, герой. Историческая личность четвертой книги царств. И вот со второй главы она так и называется. И вы поймете, что я не вырываюсь в контексте. Всегда обращаю внимание на начало и конец. С чего мы начинаем читать, с каких слов и какими заканчиваем. В то время, 2 глава, 1 стих. Как Господь восхотел вознести Илью на небо, в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. Все. Вот мы с вами узнаем наконец-то, как я вам специально показал, откуда же это место, где Иисус разговаривает с учениками. И впервые мы видим этот момент о том, что Илья должен прийти. Он уже приходил и не узнали его. И они поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Давайте теперь узнаем не всю историю жизни Елисея. Мы сейчас увидим его предсмертные дни. И то, получается, не предсмертные, а последние дни на земле. Как у них, что это было с Елисеем. Потому что, вы знаете, вот это тоже очень важно. Вы поймете, к чему я подведу под конец. Я, кстати, не попытаюсь сегодня комментарий Василия по поводу того, что он дал ссылку на Иоанна, на первую главу, где Иоанн сам о себе свидетельствует. Мы сегодня закончим эту мысль. Конечно, я вообще непредвзято отношусь. Я пытаюсь объективно, действительно, убрав все эти закваски, попытаться чистым сердцем посмотреть. Вот я говорю, почему-то в христианстве настолько мысль перевоплощения ее задушили. И нам во всех конфессиях, как уже сговорились через две тысячи лет, вот именно вбили в голову, мы слышим, что это плохо, что это какое-то там буддистское учение или еще что-то. Что мы, читая истину, не способны ее воспринять. Я вам просто показываю, что откуда вот у еврейского, у иудейского народа, причем более того, у учителей, книжников, учителей закона, у законников, как хотите, у левитов, у священников, которые учат вот именно этим закваскам, они заквашивают свой народ. Откуда у них это учение, что Иоанн должен прийти? Нет его нигде. Я вам к чему? Я вперед тогда скажу вот это. Его нету. Мы с вами сегодня прочитаем нигде в книге ЦАС, которую мы сегодня читаем, о последних днях Ильи во плоти на земле и вознесению на небо. И переход, описание событий библейских дальше. Я говорю, главным героем в виде ипостаси пророков становится Елисей, его преемник. Опять дальше там цари у нас все идет. Ну, идет история, как и у нас, как в России, в Америке. История царей. Что там происходило с израильским народом. То божье наказание, то божья поддержка израильского народа когда-нибудь, то отваливается, то приваливается к Богу. Нигде этого нету. Мы сегодня с вами специально это прочитаем. Но почему-то народ верит, благодаря своим учителям, что должен прийти Илья перед Иисусом. Откуда это взяли? Вот мы сегодня просто посмотрим. Давайте читать. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И сказал Илья Алисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Елисей, сейчас побыстрее буду читать такие, но я специально хочу, чтобы контекст мы видели. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя, мой учитель. Елисей все время говорил, останься, мне надо там сходить. Он говорит, не, не, не оставлю тебя. Но потому что Елисею Господь тоже на сердце положил, открыл, что он вот именно возьмет его учителя скоро. И он не хотел его никуда от него ни на шах отступать. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифили к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главой твоей. То есть Господь открывает это и самому Илье, и его преемнику, ученику Елисея, и всяким пророкам, которые есть в Израиле. Они сейчас идут в три разных города. Илья каждый раз, Елисей пытается отстать, говорит, подожди здесь, мне надо в город в этот сходить, мне Господь открыл. Они идут, Елисей говорит, нет, я тебя не отпущу, мой учитель, в ногу ему впивается, не отпущу. Они доходят до какого-то города, Илья идет по своим делам, выходят пророки этого города, и Елисей говорит, ты знаешь, что твой учитель будет вознесен на небо. Он говорит, я знаю, мне это открыто, поэтому я его типа и не отпускаю, не отхожу от него на шаг, чтобы вы поняли, что я читаю. Потому что в Ильяхе бывает тяжелый для восприятия, даже порой элементарные вещи. Знаешь ли, что господина вознесет над главой твою, он сказал, я так же знаю, молчите. Он говорит, я так же знаю, молчите. И сказал ему, Елисея, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерехон. И сказал он, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя. И пришли в Ерехон, и подошли сынный пророк, в который в Ерехоне, к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главой твою. Он сказал, я так же знаю, молчите. И сказал ему, Елия, останься здесь, Господь посылает меня к Иордану. Он сказал, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя, мой учитель. И пошли оба. Здесь такое было прекрасное событие, чудо. Сейчас мы его почитаем. 50 человек и сынов пророческих пошли и стали вдали, напротив, то есть 50 пророков, становятся на горе, на каком-то возвышении. А оба, Илья и Елисей, идут к Иордану. И взял Илья милоть свою, ну милоть, плащ, накидку, и свернул ее, и ударил по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли оба посуху. Покрупнее сделаю, вот так он. И перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что тебе сделать, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Обратите внимание, вот дух, да, какой на тебе, не ты дух, Илья, будь во мне. Дух, который, святой дух. Мы все знаем, что все люди, мы сегодня с вами даже почитали в Евангелии, Бог просвещает, конечно, всякого человека. Дух Божий есть во всех, но он может раскрываться по-разному. И не забываем, что это мысли людей тоже определенного времени, хотя и пророков, да. Дух, который в тебе, не твой дух, а дух Божий, да, дух пророческий, со всеми дарами, так скажем. Будь на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, если не увидишь, не будет. Он поэтому от него и не отступает ни на шаг, да. И вот эти события. Когда они шли уже и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные. И разлучили их обоих, и понесся ли вихри на небо. Елисей же смотря и воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его боли. Все. Ну, я могу картинку показать. Дальше просто уже я ту же самую картинку ставлю. Уже Елисей идет. Ему падает эта милоть, как мы видим на иллюстрации, да. Илия. Илия возносится. И действительно с неба падает его этот плащ. Накидка, да. И уже Елисей ей бьет. И взял Илия милоть, Илия упавшую с него, и ударил ею по воде Елисей. И сказал, где Господь Бог, Илия он сам. И ударил по воде. Она раступилась туда и сюда. И перешел Илия по суху. Точно так же, как они перед этим перешли с Иисусом. Ой, с Ильей. Все, мои дорогие, родные и сердце моему. Все любимые. Вот вам, пожалуйста. Вот вам история Илии. Вот мы с вами прочитали все, что есть о пророке Илии. Как он вознесся на небеса. В книге царства есть что-нибудь об том, что он вернется обратно на землю? Откуда книжники, первосвященники, учителя закона, левиты учат народ и знают о том, что Илия придет? Откуда это знает весь народ? Почему Иисус, когда ученики, вы помните, только что мы с вами все один и тот же ролик смотрим, мы с вами зачитали в Матфея Маркова, при беседе учеников с Иисусом спрашивают его, что книжники так говорят и учат, и мы все в это верим. Иисус говорит, правда Илия должен придти. Откуда все это взято? Это взято из пророка Малахии. Последний стих. Удивительно, да? Ну, почти предпоследний стих. Давайте прочитаем в синодальном и ново-русском переводе. Это книга пророка Малахии, последнего из пророков, четвертая глава, предпоследний стих, ну, шестой. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердце отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вы помните, отец Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, его отец, первосвященник Захария, так и пророчествовал об Иоанне Крестителе. И мы, кстати, этот момент с вами тоже можем посмотреть. Давайте еще обязательно новый русский перевод посмотрим. Малахия 4.5 Смотрите, прежде наступит день, Господень, великий и страшный, я пошлю к вам пророка Илию. То есть мы видим, все переводы, все согласно, согласуется. Кратко подводим итог прочитанного. Мы же должны с вами красную нитку зафиксировать и ее не терять. Мы с вами видим ученики. Я хочу обратить внимание, вот то, что мы с вами до этого читали. Тогда Матфей, Марка, это, конечно, только в Марке. Мы впервые встречаем речь Иисуса и учеников, и затрагивается вопрос Иоанна Крестителя и Илии. Но в Евангелии от Матфея, я сразу не сказал, есть еще один момент. Просто я хотел тогда показать, что при этом переломном моменте, это середина, можно сказать, ну, это конец Евангелия, но это конец жизни Иисуса последние уже дни, на самом деле. Когда он начинает рассказывать о своих страданиях, смерти и воскресении. Но это середина Евангелия. Это Марка 8 глава, Луки, Матфея 16 глава. Все это как бы по серединке как будто. И мы с вами тянем общую мысль. Так, мы видим. Ученики спрашивают о том, что Илья надлежит прежде прийти. Иисус им говорит, да, Илья должен прийти. И он пришел, и не узнали его, и они поняли, что он им говорит об Ане Крестителе. Дальше. Мы с вами посмотрели, кто же такой Илья. Это пророк, который был взят на небо в этом смертном тленном теле. Дальше мы с вами посмотрели. Откуда же взяли, что он должен прийти? Пророк Малахия. 4 глава. Только что с вами прочитали, что Илья должен прийти и приготовить все. На этом остановимся? Нет. Дальше. Целиком тоже читаем. Я решил уж разобираться с этим вопросом. Так, до конца. Евангелие от Луки. Давайте почитаем. А, мы с вами, простите, забыл, да? Мы с вами посмотрели, что в Евангелии от Ана Иоанн сам при вопросе о том, кто он, он отрицается и говорит, что он не Илья. И теперь читаем с вами пророка Евангелия от Луки, как какое было рождение Иоанна. Чуть-чуть мы пропустим, чтобы уж прям не с самого начала читать. Ну, или давайте уж читать так читать. Евангелие от Луки, 1 глава, 1 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывший сам вначале очевидцами и служителями слова, то рассудилось им не по тщательным исследованиям все сначала по порядку описать тебе, достопочтенный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В одни Ирда, царя Иудейского, был священник из Авиевой среды, очередь, как хотите, именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного, то есть Захария, первосвященник, как мы видим из прото-евангелия Такова. Ну, возможно, был он и просто священником, об этом точно уж не стоит ломать копья. Молится во святая святых, ему является ангел в виде человека. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и духа святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним, пред Господом Богом, в духе и силе Ильи. Чтобы возвратить сердца отцов детям, вот откуда это... Заметьте, мы только что с вами в Малахии читали то же самое. Только там написано, что Илья придет, чтобы вернуть сердца отцов детям, и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Ну и дальше вы знаете, там, да, Захария не верит, ангел дает ему знамени, ведь того, что у него уста затворяются. Вот, казалось бы, место, где ангел, сам ангел, Божий вестник говорит, что придет пред ним в духе и силе Ильи. Хотя в Малахии мы с вами читаем прямо и понятно, что это кто. В Малахии написано, не в силе и духе. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пророка Илью, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Можно подумать, что ангел толкует это место. Мне очень часто всем говорю, что православные, что католики, что протестанты, Библию называют Словом Божьим, вот вам, пожалуйста. Там каждое слово выяснено. Пророк сказал, пожалуйста, пророк Малахия сказал Слово Божье. Вот я посылаю к вам Илью. Почему же у нас в Луке ангел говорит, что он придет пред ним в духе и силе Ильи. Причем я не буду вам даже зачитывать тоже новый русский перевод, он точно такой же. Реально точно такой же. Вернее, во всех переводах. Во всех написано вот то же самое. То есть это не синодальная ошибка синодального перевода. Реально во всех переводах написано именно так, что ангел Захарий тоже пророчествует, если хотите, о том, что тот сын, который дается им, придет пред Господом Богом в силе, в духе и силе Ильи. Вы мне скажете, ну вот, все, встал на свои места. Нет. Во-первых, я хочу прочитать дальше, когда Иоанн Претечи родился. Вы же знаете, что Захария тоже сказал о своем сыне. Что будет, младенец этот? Я пропускаю чуть-чуть, не вырываясь контексту, и все должны прекрасно сами все там помнить. Это уж мы совсем зачитаемся тогда. Что будет, младенец этот? Вот живой вопрос. И рука Господня была с ним, и Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давидова, отрока своего. То есть речь идет о Мессии, о царе Израильском из рода Давида. «Как возвестил устами бывшим от века святых пророков своих, что он спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву, которую клялся Наврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Но Захария это не мыслит. Захарий лишь говорит о том, тем более как священник, что действительно было пророчество о Мессии, и он пришел, это Иисус, но он не думает, что это его сын Иоанн. Он дальше говорит «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному и милосердию Богу нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертные, направить ноги наши на путь мира». Скажите, зачем я это прочитал? Во-первых, тому, что действительно Захарий никогда не помышлял, что его сын есть Мессия. Это Ирод, когда волхвы пришли, думал, что это, скорее всего, сын священника, который таким чудным образом родился, со знаменями. И он не говорит, конечно, или здесь ничего это не затронуто. То есть у нас, и сейчас я, давайте опять такой краткий итог подведем. Что у нас на первой, на одной чаше весов? Я абсолютно не предвзят, я сам хочу разобраться, да? Вы все хотите, я верю. На одной чаше весов у нас. Слова Иисуса. Беседа ученика с Иисусом, с нашим Господом и Богом, с Учителем, который говорит, который спросили, как же надлежит... Они же не слышали еще, может и слышали, хотя не были многие из них учениками, а на предтече. Я подвергну слова, если честно, сомнения ангелам и то, как Лука их передал. Я не зря написал, ведь мы прекрасно знаем, что Евангелие от Луки написано не учеником, так скажем, прямым Иисуса, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцев и служителями слова, то рассудилось и мне, а себе Лука пишет, по тщательному исследованию все сначала по порядку описать тебе, достопочный Феофил, чтобы ты узнал твердо основание того учения, в котором был наставлен. То есть Лука, который пишет это Евангелие, он, конечно, все... Ему он сам ученик учеников, ему передали бывшие то очевидцами, мы же с вами это прочитали, да, и служители слова, и он по тщательному исследованию пишет книгу, эту Евангелие, потом он также пишет вторую книгу. У нас на одной чаше весов слова Иисуса, которые подтверждают пророчества Малахии. Причем это знает весь народ израильский, заметьте, весь народ, начиная от учителей, первосвященников, священников, левитов, книжников, учителей закона, которые учат народу, и сколько Господь, вы же знаете, наезжал самого Никодима, который к нему тайно пришел, потом всех законников, говорит, горе вам законникам, да, мы это прекрасно с вами знаем, речь Иисуса, то здесь, когда ученики, они часть народа, спрашивали, кто, да, за кого вы меня почитаете, и они сказали, как же священники, они говорят, когда там, кто за Илию, он говорит, а вы за кого, ну, Петр тут уже понял, говорит, ты Мессия, да, но когда, и они стали удивляться, а как же говорят, что перед Мессией должен прийти пророк Илия, как же, вернее, они говорят, книжники так учат, Иисус говорит, правильно, правда, правда, и мы с вами видим, это было пророчество, последний, Малахи, это последний практически пророк, кто знает, жалко, мы еще ветхий заед, последовательный на канале не закончили, конечно, закончим, не знаю, когда, через год или два, это последний пророк, это уже все, они спрашивают, как же нас так учат, он говорит, правильно вас учат, Илия, действительно, мы с вами все в этом ролике большом прочитали, все так и есть, должен прийти, приготовить путь, именно Илия, мы смотрим, кто такой Илия, мы смотрим, о нем пророчество, мы смотрим с вами, казалось бы, Илья, когда его спрашивают, сам отрицается, мы смотрим, что ангел, казалось бы, когда пророчество, говорит, что это просто придет человек, то есть ребенок у вас родится, который будет в силе, и духи Илии, но вы знаете, я хочу вбить, так скажем, гвоздь в это во все, все-таки, здесь у нас получается, на чаше весов, пророчество ветхозаветное Малахии, ветхозаветного пророка, пророчество, в принципе, не ветхозаветное, а ветхозаветный пророк, в временах, пророк Малахии, об этих временах, Иисус подтверждает это пророчество, и сам прямым текстом, так выражается, и ученики принимают это, что Илья, Иоанн, Креститель, это и есть одно и то же лицо, но пусть это мы возьмем одно событие, у нас одна гирька на весах, две ветхозаветные пророчества и слова Иисуса, и на другой чаше весов у нас что, пророчество ангела Захарии, и свидетельство самого Иоанна, то есть и здесь, и здесь у нас по два, по две гирьки, но хотя вы знаете, для меня слова Иисуса и ветхозаветные пророчества, даже вот это, которое настолько прямо было, Иисус подтверждает, где связка есть, где Иисус подтверждает это пророчество и так же выражается, для меня все-таки это две пудовые, по пуду каждая гирька, и вот эти две гирьки, где ангел говорит, и это Лука переписывает, человек нам так написал, будучи даже, как все прекрасно понимают, что порой даже возможно, он даже не был евреем и иудеем, это из язычников, покаявшихся грешников, говорят там врачи, да, и так далее, который тщательно исследовал, он не слышал этих слов ангела, да, он по тщательным исследованиям от очевидцев, перенимает это, пишет свое Евангелие, это писал человек, и как бы отрицание самого Иоанна, об отрицании самого Иоанна мы еще сегодня поговорим, а еще одну гирьку я хочу, последнюю, мне кажется, может кто-то еще напишет, я говорю, я не стал сначала, он говорил, что я вот не следую целиком, это надо всю Библию взять, на этот предмет, на предмет реинкарнации, вот этих слов перебрушить, но в принципе мы не все места, может быть какие говорят реинкарнации, но по крайней мере все, что связано с Иоанном Претечи и Ильей вот этой связки, мне кажется, я сегодня в этом ролике все места осветил, последнее место, это в Евангелии от Матфея, на самом деле не только, это мы встречаем при преображении Господнем, при вот этом разговоре, о том, с чего и начался сегодня ролик, но есть другое место, какое? Это 11 глава, Евангелие от Матфея, это раньше, чем преображение, это все преображение, и вообще это беседа, Господа с учениками я вам показал, где-то она 16-17 по Матфею, то же самое в Луке, 8 в Марке, да? То в Матфея, перед вот этим 17, этой 16-17 главой, мы же знаем, есть еще одно событие, да, в 16-17, сейчас я вот долистаю, хочу вам показать, это вот мы, но мы с вами возвращаемся, чуть повыше, в 11 главу, и о чем же мы с вами читаем? Специально я вам показываю всегда эти контексты, не зря я опять эту картиночку сюда поставил, да? И когда окончил Иисус наставление 12 учеником, 10 глава, тогда сразу, чтобы контекст еще больше взять, это была, где Господь посылал учеников, вы помните, призвал 12 первый раз тоже, и посылает их на проповедь, и вы помните, тоже большую, по Матфею, ну, Матфей всегда, он передавал большие речи Иисуса, как он наставляет, как идти и проповедовать, и благовествовать, вот вам контекст, все, мы читаем 11 главу, когда окончил Иисус наставление, вот эти 12 ученикам своим, перешел оттуда, учить и проповедовать в городах их, он их наставил, отпустил, и сам отдельно пошел, Иоанн же услышав, в темнице, Иоанн уже был заключен в темницу, кто помнит, да, эти события, уж такие вещи вы должны знать, не будем все, Евангелие целиком сегодня читать, услышав в темнице, о делах Христовых, послал двоих из учеников своих, сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого, конечно же, речь уже о Мессии, да, и сказал Иисус им в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Так, внимание, я говорю, гениальные тексты, мы не сами ничего не придумываем, ничего не толкуем, мы с вами просто пытаемся вчитаться в ту историю, в те события, которые до нас дошли, о жизни и учении Иисуса. Иисус начал им говорить об Иоанне, не я, не я, Иисус, я просто читаю. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Ну, Иоанн Креститель, судя по его жизни, наверное, был очень худеньким, на кредах и диком меде, наверное, сильно не растолстеешь. «Трость ли ветром колеблемую?» «Что же ходили смотреть вы?» «Человек или одетого в мягкие, ну, богатые одежды, да?» «Носящий мягкие одежды, находится во двадцах царских. Что засмотреть ходили вы? Пророка? «Да, говорю вам, и больше, пророка. Ибо он тот, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобой». Ну, мы все знаем, это место из Исаии, это его основная миссия. Да. Это то, как он, это что он будет делать. Вы поймите, Исаия, ведь мы вот именно, у нас с пророком и Иоанном связано, получается, два всего пророчества сильных. Это что он будет делать и кто он есть. Сотворите и научитесь, кто ты есть и что ты делаешь. Всегда. Жизнь и учение. Кто ты и что ты будешь делать. Да, Исаия есть, пророчество, с ним все понятно. Он тот, кто приготовляет, разглаживает, раскатывает красную дорожку перед Господом. Да. Истинно говорю вам, из рожденных женщинами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одни из же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, а не спасенные по вере. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Заканчивается вообще замечательно, как всегда. Я хочу вам сказать то же самое. Дальше я даже не буду читать, не вырывая, потому что речь идет, уже опять Господь проповеди говорит, но кому подоблю род этот, он подобен детям, которые сидят. Господь будет проводить аналогию, что Иоанн Креститель вас призывает к добру, такой нищий проповедник такой, из пустыни, как подвижник, и вам не угодишь. Я пришел, вроде бы, живу нормальной человеческой жизнью, ем с вами, пью с вами, и вам все равно не угодишь. Поэтому дальше считать мы не будем, а заканчивает Иисус прекрасными словами, нам сейчас очень актуальными. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот она, третья гирька. Раз Иисус сказал, два сказал, постоянно ссылаясь на Малахию. В одном месте только есть Малахию, где я вам показал, в царство, когда нам описано само вознесение, взятие Ильи Господом на небо, на огненной колеснице с огненными конями, нам ничего не сказано. Только в Малахии, в последнем пророке, нам видно, это в последних стихах, в его небольшом письме, остается это, что Илья должен прийти и вернуть сердца отцов детям. Он есть Илья, которому должно прийти. как всегда, справедливости ради, зачитываем новый русский перевод. Давайте, мы уж все тогда не будем читать, да, нам просто важен последний стих. «Говорю вам истину, среди рожденных женщинами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но наимейший в Царстве Небесном больше его. С одни Иоанн Крестителя до ныне Царство Божие стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него. Ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. Если вы готовы это принять, мы готовы это принять, то он Илья, который должен прийти. Вот вам, пожалуйста. Я хотел бы снова вернуться к комментарию Василия Алибабаевича. Не знаю, правда у него это настоящая Эмилия. Шутит он. Он пишет Пророк Ильи в теле Отвечаю на вопрос. Пророк Ильи был в теле взят на небо. Не мог же он быть одновременно в своем теле и в теле Иоанна Крестителя. Он же не вездесущий. На второй вопрос я сейчас еще тоже отвечу. Давай теперь на это вот сейчас все мы с вами почитали. Почитали я говорю еще раз подведем итог. Почитали мы с вами оба сейчас закрою где Иисус впервые так скажем получается не впервые по Матфею мы видим что вот этот призыв мне почему-то хотелось и на сердце мне так лежало показать вот это где беседа была учеников с Иисусом но хотите наоборот хотите давайте я говорю откуда угодно возьмем давайте давайте сверху как Ветхий Завет мы видим пророка Илью его Бог берет возносит в этом смертном теле на небеса мы видим пророк давайте по полочкам да теперь мы видим пророка Малахию который говорит что он таким образом придет это первое можно совместить Ветхий Завет то есть мы видим взятие и откуда мы узнаем вообще откуда это учителя все Ветхозаветное так скажем предание возьмем вкупе все учения откуда учителя законы пересвященники книжники учили народ и сами так верили учили что Илья должен прийти перед Мессией откуда из Малахии все мы это разобрали Ветхий Завет говорит что Илья должен прийти мы видим просто почему мне нравится ну давайте ладно нет все таки попробуем вверх вот так мы видим потом мы видим предсказания или пророчества ангела явившими Захари как нам описал это евангелист Лука что этот ребенок это будет пророк в духе и силе и силе Ильи Слова Захария просто так конечно зачитал с определенным смыслом но мы не видим чтобы он сам что-то такое нам сказал потом мы видим самого Иоанна который говорит что я не он потом мы видим то есть один ноль в пользу Ильи что в пользу реинкарнации давайте так сразу разделим потом один один потому что есть пророчество ангела Захарии 2.1 в пользу того что Иоанна и Ильи это разные люди потому что сам Иоанн говорит что он не Илья но мы видим Иисус народу говоря об Иоанне кто же он мы сами видели как гениально написано кто же такой Иоанн и он сам как бы вопрошает и отвечает кого вы ходили смотреть скажу вам и об Иоанне кто он и уже 2.2 потому что Иисус говорит что он если если можете принять если вы способны принять он и есть этот Илья конечно здесь можно понять что контекст идет если вы готовы уже принять что если он Илья но опять же то что даже он Илья это не говорит что я Мессия хотя он на него указывал но немногие мы видим в это там верили тоже конечно здесь Господь как бы и эту мысль тянет я не буду этого отрицать но Господь прямо говорит если хотите он Илья тому кому надлежит прийти это тот Илья и дальше мы видим еще больше уже 3-2 в пользу реинкарнации в пользу того что Илья и Иоанн это один человек это когда Господь с учениками тоже разговаривает и опять при вопросе как же Илья надлежит прежде что книжники так учат Иисус говорит правда они правильно учат если хотите истинно говорю вам Илья пришел и не узнали его и они поняли что он им говорит и об Иоанне крестители вот я вот у меня в голове вот такая цепочка я с вами делюсь каждый из вас сделать вправе свой выбор но я хочу вот эти по поводу вот этого благовестия а лучше сказать пророчества ангела если честно мне нечего сказать я не знаю почему Лука так написал действительно ли ангел так сказал правильно ли все Лука исследовал узнав у очевидцев и свидетелей слова и написал нам я не знаю потому что оно единственное лезет в разрез и если честно у меня слова Иисуса естественно пусть даже переписаны тоже но раз только мест все согласуется с ветхим заветом ничего не противоречия с пророчеством Малахи у меня это вызывает большего доверия чем одно единственное место потому что сейчас о том что Иоанн сам свидетельствует что Иоанн я уже Иоанн называю о том что Иоанн сам свидетельствует что он не пророк я сейчас дальше скажу получается у меня если честно в голове только три один Малахи две речи Иисуса против одной речи ангела говорившему Захарий Захарий который являлся священником возможно первосвященником который и был конечно же в числе тех кто понимал это кто ждал и так же учил народ что Илья должен прийти мне что-то не верится что ангел даже мог не понять что Захарий этого не примет что он Илья когда они учили так народ мы же видим что-то здесь не состыковывается у меня три один вы как хотите я говорю каждый вправе думать как он хочет у меня три один ну а по поводу вот еще раз вам открываю тело вот Василий Алибабович пишет что он же не мог поскольку Илья в теле был взят на небе не мог же он быть одновременно в своем теле и в теле Иоанна Крестителя он же невездосущий я кстати я не знаю как Василий вообще мир воспринимает мы хоть с вами и видели что Иоанн Креститель ой Илья вознесся на небо я давайте все-таки я хотел просто так для вас всегда вы же знаете я все люблю все равно показывать ролик пусть большой получишь но кому интересно тут все будет смотреть и разбираться я люблю вам просто все из Википедии показывать да где она мне кстати вот так вот покрасивее нет вот так вот побольше ладно я буду долго настраивать тут и так видно пусть немножко столбиком или я еврейский там бог мой яхва как переводится его имя грецкая библейский пророк в израильском царстве просто кто не в курсе те времена вот эта книга четвертая царств это в одиннадцать простите в девятом веке до нашей эры девятый век до нашей эры мне Василию хочется задать вопрос я не знаю как он мыслит я без обид без ничего без оскорблений без наездов это я так всегда как бы тоже полемизирует так скажем в таких роликах кто знает я не скрываюсь пожалуйста и скайп можем и вживую пообщаться с ней темы Василий что верит что Илья девятьсот лет уже живет в этом теле я в это не верю я верю что Иисус единственный Бог явившийся во плоти как человек единственный кто воскрес и больше не умирает воскресали и до Нового Завета до явления Бога во плоти но все эти люди умирали на земле Иисус сам воскрешал дочь Иаира сына вдовы друга своего любимого Лазаря но они все умирали апостолы воскрешали апостол Петр воскрешал Тавифу Павел воскрешал отрока который там упал с горницы где они сидели назидали слов но все эти люди умирали Иисус это единственный Бог явившийся во плоти который вознесся на небе в этом воскресшем новом нетленном действительно он облегся в нетлении совлекся тлении и облегся в нетлении и я верю из Евангелия из того откровения которое всем нам христианам дано что мы все вот именно умираем постоянно у этой плоти есть предел и он может быть либо насильственный тебя могут убить в год в два в три в пять в десять в пятьдесят но и от старости или от болезни там Бог повелевает когда с тебя эти кожаные одежды снимать и новые одевать я не верю что Илья облегся в нетлении то что Бог его взял и где-то потом тело свалилось или разложилось там на небе в это я верю а в то что и там душа одна пребывала девятьсот лет а возможно как и перерождалась и просто потом переродилась в концовке еще в Иоанна Крестителя да а то что Илья в теле девятьсот лет был на небе я не верю тогда воскресение Иисуса было не первым в нетлении и вообще нахождение а я верю что Иисус куда вознесся как в Луке мы с вами читали когда ученики Иисуса наши любимые апостолы стояли простите как я говорю открыв рот смотря на вознесение Иисуса ну действительно событие величайшее да я бы сам наверное разъянул ангелы явились и сказали мужей в белых одеждах что вы стоите и смотрите раскрыв рты как Иисус возносится он таким же образом как ушел придет во второй раз а вы бегите и проповедуйте об этом вот поэтому как это вездесуще я не верю что Илья хорошо если он тогда вообще не воплотился а если Илья не воплотился если я не пойму Василий просто жалко нельзя спрашивать вот так знаете потом опять переписка я вот это не очень люблю если кто-то действительно хочет поговорить конечно и комментарий это хорошо видите они наводят какие-то мысли но все-таки действительно мне они как я вам показываю просто непонятны вот я почему сам люблю видеоформат подольше пожевал побольше говорил ну что там кратко ответил у меня видите сколько вопросов к Василию я не пойму а если тогда это вообще Илья действительно не приходил он что как Иисус еще раньше Иисуса на небесах был в теле и до сих пор получается если он не перевоплощается Иоанн Креститель это не он который хоть раз еще на землю являлся а потом умер как мы знаем уже Иоанн Креститель мы знаем никто на небеса не забирал голову ему отрубили сын Ирода Великого да Архилай и все а получается по размышлениям я не осуждаю Василия ни в коем случае мы на эту тему дискутируем каждому она своя должна дать основание в жизни я ролик вы этот ролик кстати увидите после того как я выпустил ролик спираль Бога числа Фибоначчи спираль Фибоначчи спираль Бога как ее еще называют я там рассказал что мне дает основание вот это что если действительно мы перерождаемся какие дырочки она затыкает в мое мировоззрение какие пазлы докладывает какие штрихи в картины дорисовывает как хотите любой образ какой вам удобнее и понятнее вот я в это не верю я верю что да он был взят видимо но я я уверен что он совлекся как там его смерть произошла образно говоря в теле как он его сбросил эту шкурку точно так же как с него эта милость слетела Елисея я вот в это верю я не верю что Илья в бессмертном теле как Иисус для меня Иисус Бог явился во плоти и он первенец из мертвых первенец из мертвых воскресших и уже никогда не умирающих он да он взошел на небо и он Бог а это люди Бог его взял Бог его раздел опять а Иисус сам взошел он Бог его не Бог забирал он сам взошел он власть имеющий вот поэтому вот на это я отвечаю как это вездесущее а ты что веришь что Илья там тогда на небе в теле вот в это я вообще не верю вообще не верю я еще говорю как наши закваски могу принять и раньше принимал что ну спит человек умер и спит а Илья тогда не спит получается а явился а Моисей с Ильей явился заметьте все в одном месте мы с вами все как связано да мы с вами вот это преображение читали ему же на горе явился Илья и Моисей мы забываем об этом или не забываем Моисей разве был вознесен на небо нет кто ему явился Моисей в теле явился или не в теле Иоанн Креститель уже мертв был к этому времени ему уже отрубили голову это я вам уже заранее мы уже сейчас не будем вы мне должны либо поверить либо перепроверить Писание вот между 11 главой Матфея и 17 Иоанна Крестителя уже казнили через отрубление головы все я думаю об этом событии должны знать вот он в темнице посылает к Иисусу и как раз это гора преображения вы помните где Иисус открывается что он Мессия не царствующий а страдающий на гору они восходят Господь открывается и потом это речь об Илье я надеюсь вы помните мы все если я этот ролик в один соберу будет большой ролик вы все его слушаете до сих пор кто ему передых передохли отдыхаем отдыхаем некоторое время между телами может быть и такое и ну как раз еще один вопрос какой тут у нас по поводу что он сказал про себя что я не Илья давайте еще раз поговорим о реинкарнации казалось бы многие это исповедуют я говорю целые течения миллионы миллиарда людей но сам я как и другие мы почему-то мы действительно об этом много разговаривали Господь так устроил что ты переходя из жизни в жизнь вот именно Бог тебе оставляет лишь опыт жизни приобретенный даже знание как я рассуждаю говорил глядя на себя на других на мироздание почему и знание и святость важно да вот это все что мы назидаемся это все не лишнее это все с нами переходит мы собираем копилочку когда-то это все тоже откинется Павел правильно сказал будем когда с Иисусом царствует тысяч лет а потом вообще на новой земле многое отпадет у нас точно так же как я говорю из жизни в жизнь отпадает мы не знаем в каждой жизни своих родителей мы бы сейчас ходили ой это мой папа это моя мама мы бы с ума сошли зачем нам это надо мы в этой семье выросли там 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 то есть это все Господь переходя из тела в тело не дает нам мы забываем где мы жили кто мы были нам остаются только знания потому что сердце умное и чувство то есть святость во что мы свое често насколько мы очистили свое сердце только чистое сердцем Бога узорит а это чистые помыслы и мысли и знания я хоть люблю всегда говорить вы знаете о чистом умном сердце ибо помысл исходит из сердца то есть там мозги-то вот что это конечно как а только о святости да чтобы сделать добро но надо уметь сделать чтобы что-то сделать надо уметь картошку посадить вырастить выкопать и не зря я вам потом когда мы сейчас светкий завет на канале параллельно читаем я показывал что даже знания а Господь влагает в сердце помните там и Господь вложил это в сердце делать уметь красивое там для скини для ковчега все там из дерева вложил в сердце эти знания то есть в сердце у нас конечно же и буквоедские знания писания там умения навыков жизни и это конечно же куда-то эти навыки направляешь то есть избираешь по сути это вот этот даже можно поделить есть такое слово воля все время думал куда его прикрепить то есть есть знания есть злой гений то человек может быть гениальным и направлять все свои злания на зло ну или выбор если хотите это вот и есть свобода это и есть чистое сердце куда ты направляешь свои знания свои таланты это все в одном сердце это умное сердце которое на что-то направляет ну или хотите иногда называют желание то же самое то есть у мысли есть цель я могу взять нож мысль пришла взять нож а зачем конечная цель желание убить кого-то или бутербродик нарезать сына в школу дочку собрать цель какая желание дух хотите этой мысли тут эти слова очень часто синемичные их разные переводит вот поэтому то что и удивляться что и она спрашивает фарисеи пришедшие кто ты да хочется мне все вам картинками тоже какие-нибудь сопровождать в евангелие от иоанна да мы видим пришли фарисеи там или посланы от священников и левитов кто ты ты христос нет и илья нет но меня спросить я вот вам говорю в принципе смотрю я понимаю что я могу быть и моисеем и вообще каким-то неизвестным каким угодно я говорю может быть в исторических событиях есть личность известная это я почему я беру таких мы сенья от гордыни вы поймите от известности личности может быть мухаммед хотите какой-нибудь царь русский иностранный кто где ну я русскоязычный знаю русскую историю в этой жизни своей да а я вот вижу и думаю слушай может это я почему нет мне закрыты эти знания по плоти потому что плоть не пользует немало главное дух нам вырасти надо поэтому то что почему я сказал у меня лично 3 1 это малахия и 2 речи иисуса и при двух или трех свидетелях верно всякое слово и вот это непонятное пророчество ангела сказано захарь почему так описано действительно все переводы то есть рукопись найдена именно так так там написано тоже согласен но верно ли это рукавис верно ли написал лука он что слышу этого ангела нет он он лука как и все beni написал а нам еще ну ладно переводы все согласны дошли поэтому признаем это рукопись истинно и как там написано то есть эта рукопись это и тоже не прямая рукопись луки это кто-то переписал ее а может он вот решил не зная всех этих как пророчеств не знает в духа взял вот так вот написал причем в луке то нет заметьте в луке нет этих событий не параллельного места который мы с вами матфея 11 читаем не даже вот это но с преображением там правда есть да пусть не в таком контексте но тоже есть лука то заметьте то есть и вот это свидетельство одного этого ангела сказано захаре кто его слышал только захаре захаре передал опять же захаре знал прекрасно малахи у меня поэтому 31 я вам честно говорю вот как есть все показал каждый делен волен выбрать сам положиться на этого ангела на 1 пророчество описанное в луке или вот это принять у меня у меня где иисус там сразу чаша весов переваливается и поэтому то что я мы все видим я сам я говорю я признавая перевоплощение вы знаете я не смотрю и не слушаю особо и слова людей которые очень часто сейчас в интернете да тоже вылазит а я там знаю что прошлой жизни там сейчас что-то рассказывать но доказательства нет ну хорошо я тоже могу себе рассказать так что я был адамом там ноем енохом причем самых лучших выбрать самых хорошеньких а что я был гитлером и там наполеоном и каким-нибудь фашистом игру и каким злодеем и вырезал всех на свете или не соблюдал тот же самый закон там языческий или еще что-то да насильником каким-нибудь вот это почему-то я сказать не хочу поэтому и доказать ни у кого нет так бог придумал мироздание чудно мы не можем это действительно доказать и господь искал если хочешь если способны услышать если можете поверить в это вот и все нам это закрыт это чудный план божий чудный план божий вот и все мы учимся в этой жизни вы знаете ну какая какой прикол я по простому по современному скажу ну спать до второго пришествия земля это поле битвы да и я уж в этом ролике хочу действительно закончить опять эту мысль раз мы все-таки не просто мы не просто так абстракт на этом житие иоанна крестителя или нет у нас ролики посвящены это я их так называю полноценно стараюсь тоже хоть мысль донести иоанн и креститель и илья перевоплощение реинкарнация и вот заканчиваем ответом василия ни у кого из людей нет полномочий судить кого-то из малолетних детей отправлять в рай или в ад и я уже говорил это не ответ это не ответ на мой вопрос я прошу дать ответ мне что будет с детьми который причем я говорю просто может быть василий не все слушал я говорю хотя кролику а много жизни пишет я уже запутался конечно сколько их там писал когда я первый раз это сказал да не запутался я помню я начал прям роль помните реинкарнация о войне полов я поговорил то есть конечно кто-то попадает на мои ролики тоже своими скит пишет а я тоже давно об этом говорю я же показал я свои вопросы вам показал да открыл наготу сердце своего открываю какие у меня мысли да что с этими как мы будем все судиться во второе пришествие это не ответ опять не ну хорошо я это тоже планка я очень рад что люди есть хотя бы на этом уровне не принимая этих просто адских учений сатанистских типа блаженного августина которая во все секты влезла что некрещенные дети в ад идут это тоже планка я за это готов человека расцеловать и преклониться уже хорошо но это не ответ я же вам говорил это не ответ это хорошо что вы так не мыслите это говорит хотя бы что у вас сердце неокаменелое нормальный здравый человек годовалого ребенка в огненный чан не бросит это то же самое до свариться живьем здесь тоже самое в от послать в гиену огненную на вечную муки это хорошо что вы так не мыслите это уже говорит что у вас не окаменелое сердце не это радует но это не ответ на мой вопрос как я и вот мы сегодня поговорили я опять подытоживаю заканчиваю ну нормально ролик двухчасовой получится когда я смонтирую ничего страшного как будут судиться все люди во второе пришествие во первых как они тогда будет воскресать в первое объясните мне воскресенье когда они не верили в иисуса они не жаждут его не призывают его не жаждут с ним царствовать тысячу лет как будут воскресать во второе пришествие праведники во христе как верующего христа которым бог облечет вот именно не бессмертные тленные внетление облечется кто-то будет воскресать так скажем тела души будет обретать кто будет доживет и стоять тут будет изменяться как нам и господь сказал и ученики его апостол павел в частности да как эти будет младенцы они чего ждали иисуса они в него уверовали они покаялись каких грехах зачем они будут воскресать в первое воскресенье когда будет суд над домом божьим почему они будут воскресать 30-летних эти младенец в год сразу стал 30-летним он вот так на мир будет смотреть он же говорить то не умеет у ни разу жизни никому слова не сказал суд какой-то стал ну что вот как ответьте мне на этот вопрос во второе воскресенье когда всех и озеро огненное отдаст всех мертвых и от выплюнет всех после тысячелетнего царства и все будут судиться как ну там они восстанут хорошо там их как судить вместе с язычниками так скажем с неверующим в иисуса как ответьте никто пока я причем не как праздну хорошо ответьте я с радостью приму пока нет ответа это не ответ я вам сказал я даже предупреждал что это не ответ если вы так скажете это хорошо что у вас хотя бы не окаменелая просто сердце вот эти учения принимающие на эти учения они сами по себе адские сатанинские и зада извергнуты через уста вот этих блаженных и святых праведников сект этих ортодоксальных католиков и протестантов это хорошо что вы это не принимать и вы этим просто свидетельствует что вы не принимаете этот бред это хорошо но это не ответ на вот те вопросы которые сдаю что будет с этими людьми я говорил если вы скажете что дальше будет душа развиваться не будет это будет рай там любой ребенок станет сатаной это факт так нельзя судить что он потом его тоже и там уже мы все будем на новой дневной земли я уговорил ответьте мне на вопрос следующий как мы там будем детей рожать это души ничего не понимающий они рай сделают адам вот эти вот вопросы я задавал поэтому я и сказал что я понял что каждому у каждого свой параллельный мир мы живем все в параллельных мирах это в мирах своей жизни и мы все посылались в начальную точку адама и его нам кажется это безумие но это так у каждого своя книга вот так вот поэтому все мы прошли все всем нам по 6000 лет 7000 лет как хотите всем одинаково одних условиях тогда да тогда есть за что судить вот и все а то что он не помнит о своей жизни что не считает себя ильей если меня спросит я так говорю что может я этот же моисей почему и что мне то я говорю всегда говорил ролик уж посмотрели что мне дает я даже судить перестал даже людей которых и в жизни не сужу кто против меня там обижает меня или еще что-то или вот проповедует не то как я считаю я людей лично не сужу его так никогда не посылаю так мне на прошлое какой взгляд дал любвеобильный я понимаю что я бы возможно осуждаю даже кто знает как я ветхий завет читаю и грехи прошлого мы все осуждаем гитлера он же делал плохо плохо мы не можем сказать что хорошо и вот именно подумать что это могли быть вы и он может переродился изменился уже чак может покаяться всегда но прошлое мы должны осудить поступки так делать нельзя так мы делали плохо именно для этого я в себе показываю здравый пример образ чтения ветхого завета что где там плохо что-то делается мы называем это плохо это не библия не слово божье это библия писание библиотека ветхозаветных книг на это у меня все мне кажется я выложился кто что а заповеди вам всегда не забываю напоминать конечно все эти разговоры хорошо и сколько мы раз на эту жизнь не посылались 1 2 10 100 у нас все равно цель 1 очистить свое сердце и сделаться бога подобным ибо мы боги и дети всевышнего всем и как сам нам иисус сказал цитируя псалом ветхозаветного пророка пророка ветхозаветных времен так что об этом конечно надо не забывать ну а я также дальше жду ваши мысли комментариев размышлений эмоции от прочитанного от услышанного буду рад почитать что к пользы к назиданию конечно тоже буду принимать также отвечать или еще что-то все кому мои ролики нравятся считает их полезными отрадными назидательными вы знаете что делать всех обнимаю целую пока пока до встречи следующем ролике